Голомбул Бекович по казахстанским игрокам действительно ребята играют на максимуме и даже есть прогресс, очевидно, безусловно. Скажите, пожалуйста, насколько оправданно, что на первое звено, так называемая первая тройка, вот именно Бурдасов Антон, при всем уважении к его былым заслугам, но не тянет он, не идет в стыки, он пасы у него, очень много брака при пасе, при распасовке, хотя это опытный игрок, его юнцом не называли уж никак, абсолютно, да, и в тракторе он в предыдущей команде великолепно себя проявлял, но в Борисово-то он никак что-то не найдет в свою игру. Вы разделяете такую критику и по вашему, по тренерскому опыту, сколько еще времени нужно, чтобы Бурдас наконец-то укатился и начал показывать ту игру, которую от него ждут? Я считаю, он нормально играет. Привет! Нападающий Никита Прищепов, который уже попробовал себя в НХЛ, забросил вторую шайбу в АХЛ за Колорадо. Теперь у него 2 плюс 4 в 11 матчах. Стоит ждать нового шанса. Авангард попал в зону плей-офф после победы над Борисом. Победил и Адмирал, но тренер по-прежнему на что-то жалуется. Леонид Тамбиев в этом году постоянно начал жаловаться на перелеты. После каждого матча он напоминает, что его команде трудно, она много летает, а это самым негативным образом сказывается на результате. При этом в свой самый успешный год, когда прошел в первом раунде плей-офф Салават Юваев, тренер запрещал говорить на эту тему как журналистам, так и своим хоккеистам. Теперь же это единственный аргумент после проигранных матчей. Доходит до смешного. В последней длинной поездке, в которой Адмирал потерпел 4 поражения, Тамбиев каждый раз говорил о перелетах. Но самое смешное, что после матча с автомобилистом и до следующей игры против клуба из Екатеринбурга прошло 5 дней, так что было уже бессмысленно все сваливать на часовые пояса. А однажды Тамбиев в одном из городов вообще возмутился порядком проведения матчей. То ли в шутку, то ли всерьез он заметил, что может быть надо начинать матчи не в 2 часа ночи по времени Владивостока, а в удобное для Адмирала время. Чего же нервничает Тамбиев? Непонятно. Видимо понимает, что в этом году будет непросто добиться даже минимального результата и заранее защищает себя. Но минимальный результат, он же и максимальный. Это попадание в плов. Но там за 2 места в дне восьмерки будет серьезная борьба. Есть Сибирь, Авангард, Нефтехимик и Лада. У Адмирала плохо идут бестевые встречи, но дома-то они выступают лучше, чего психовать. Минская Динамо проигрывает дома автомобилисту и дает шансы Витязю в борьбе за место в плей-офф. Нефтехимик подписывает контракт с нападающим Кириллом Капустиным, который никак не мог найти работу после ухода из Амура. На рынке не так много свободных хоккеистов, но они есть. Хуже всего на рынке с вратарями. Теперь там всего 2 хоккеиста, которые имеют опыт выступления в КХЛ. Лазушин побывал в Вышке, в Тамбове, но быстро покинул клуб. А Худобин официально не завершает карьеру, но предложений по нему нет. Среди защитников удивляют, что никто не заинтересовался кандидатурой Михаила Пашнина. Один из самых жестких игроков обороны остался без контракта, и до сих пор у него нет предложений. Правда, Михаила звали летом в трактор, но он отказался, а теперь вообще никуда не берут. Без команд такие игроки обороны, как Сидоров, Бородкин, Чудинов. Нападающих по-прежнему много. Главный – Александр Бурмистров, который в прошлом сезоне довольно неплохо играл за «Спартак». Нет никаких новостей о будущем Сергея Шумакова. После того, как Адмирал расстался со Шмелевым, нет никаких новостей о Сергее. Евгений Тинкин завечивал травму, но сейчас готов стать дядькой наставником в любом клубе, однако никуда не зовут. Совсем пропал с горизонта Иван Телегин. Илья Ковальчук по-прежнему говорит, что не заканчивает карьеру, но нет никаких слухов, что он может пополнить состав какой-нибудь команды. Непонятно, завершил ли карьеру Егор Аверин. Очень удивляет, что столько времени не играют Шашков и Пустозеров, но у них другая ситуация. Права на игроков принадлежат Сибири и Салавату Илаеву соответственно, и стороны никак не могут договориться. А дедлайна совсем немного. Металлург обыгрывает Сибирь, а Никита Михайлис из Магнитогорска остается в запасе. За 80 миллионов можно и не играть. И последнее нападающий Кирилл Капризов избежал серьезного повреждения после одного из матчей. Напомним, что против него провели не слишком хороший силовой прием. Он уходил в раздевалку, но затем вернулся. Однако в ближайшем матче против Финнипега Кирилл может и не сыграть. Врачи решили понаблюдать за ним. Печальная новость для Миннесоты. До свидания. По Никите Михайлису хотелось бы продолжить. В чем к нему конкретно претензии? И не кажется ли вам, что на него где-то давит вот этот вот груз ответственности? Большой контракт, может быть, он где-то немного не готов быть лидером такого клуба? Провоцировать меня посадили, что ли? Вы прошлую игру меня спровоцировали. Сейчас вы конкретику устраиваете. Вроде человек вот сидел с этим флагом провокатора, да. Сейчас вы стараетесь друг у друга. Давайте, ну, это внутренняя кухня, да. При чем тут зарплата? При чем тут там? Вот же правильно человек спросил. Ротация, все.